Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой друг. Доброе утро. Мы с Илюшкой собрались ехать в стоматологию, к ортодонту. Уже все, последний вопрос решается по поводу того, что уже снимать и носить скобы. Да, скобы мы взяли с собой, потому что он уже только одевал потом на ночь, теперь у него там зуб, в общем-то, вырос, но, в общем, он говорит, я уже выносить их не буду. Некомфортно. Ну, некомфортно. В общем, едем в стоматологию. Настя ушла уже в школу, а мы вместе первого урока в стоматологии. Сегодня сегодня будет контрольная. В ВПР будет по истории писать. Вчера говорит, мам, купи мне ручку, такую специальную ручку, которая пишет, а на колпачке там, ну, вот это, знаете, стиралка, которой ты стираешь вот это все, если вдруг что-то, чего-то. Ну, заехала в констовары, купила 85 рублей. Я говорю, 85 рублей, Илья. Он говорит, ой, ничего себе. Говорит, твой ВПР. Цена ВПР 85 рублей. Это я еще могу на другие контроли использовать, это уже не один наш. Ну, используй, пожалуйста. Ну, 85 рублей, это надо как-то уже использовать, это дело. Что-то чернила были бы, продавались отдельно. А что там, кстати, гелевая же, да? Да, гелевая она. Ну, в общем, в общем, все как обычно, ничего нового. Так что машину сейчас погреем и поедем. У нас еще кое-где снег лежит после этого снегопада. Что-то растаяло, что-то нет, где тенечек, конечно, все это осталось и лежит. Ну, я так легко оделась в машине же. Ну, на солнышке, конечно, хорошо, в теньке. Я бы сказала так, ух, в заборе стыда холодно. Ну, что, у нас скоро прием. Как обычно, через 7 минут приема. Мы еще не доехали до стоматологии. Илья говорит, эти девочки, они так долго собираются, что ты, что Настя... Ну, у тебя бы в 6 встали. Надо было в 6 вставать. Я тебе говорю, мама, вставай раньше, вставай раньше. Потому что Настя в 6 встает, она сразу собирается, и все уже. Какой скупила, пока собралась, пока глазки накрасила. Потому что у меня дела еще очень много. Я даже домой-то на заеду вернусь. Но краситься уже просто будет некогда. А как надо, при всем параде выглядеть. Я Илюшке говорю, Илюшка, повезло твоей жене. А ты-то знаешь, что девочки долго собираются. Поэтому у тебя терпение уже выработано с детства. Уже ты натренирован мамой, сестрой. В общем, поэтому будешь жить с понятиями к своей будущей жене. Или наоборот. Им это все надоест. Другой вариант развития событий. И он будет очень нетерпеливым. Ну и я что-то как-то вряд ли думаю про второй вариант. Больше, конечно, про первый вариант, да? Ты молчишь, про тебя говорим? Да. Да. Что, да, ты хоть понял про что? Да, я понял. Ой, ну ладно. Шесть минут остается до приема. Ну что, давайте, поехали. Ну, поехали, поехали. Поехали. Сейчас приедем, но все равно будет очередь. Кто-нибудь чего-нибудь призадержится, да? Ну ладно, поедем. Поздравляю. Здоров. Исцелен. И скобы носить большие не нужно. Да? Еду и не вижу. Туда снимаю, ладно. И что снимаю? Носил немножко скобы с первого класса по причине того, что рано был удален зуб. И зуб этот только начинает расти 10-11 лет. И чтобы не занимал пространство другие зубы, чтобы они не расширялись. Вот мы поэтому носили скобы. Они придерживали боковые зубы, чтобы пространство для зуба, который вот начал расти только в 11 лет, осталось. Осталось. Вот. Были у нас скобы с механизмом, которые сначала мы ключиком там подкручивали, потом перестали крутить. Ключик остался. Ключик остался. Искобы остались. Оставили на память. Вот. Посмотрела мы у заведующей ортодонтии. Наблюдались. И Настя тоже носила. Ну, там у нее другая причина была. Вот. У каждого свое. Ну, хотя нам Ольга Михайловна сказала, что можно, конечно, брекеты поносить, если прям хочется прям вообще супер-пупер там что-то. Но, как бы, все это у него сейчас эстетически и все там это, если хочется просто там как-то втрынуть там это. Ну, пока я вообще считаю, что брекеты это не наш вариант, потому что с брекетами столько проблем в плане того, что не все можно кушать. В школе он не сможет кушать, потому что нужно после каждого приема вещи чистить зубы. И не такая критическая ситуация для того, чтобы ставить брекеты и столько испытывать проблем. Ну, как бы, если это, когда вижу я дефекты конкретные, и родители не принимают никаких усилий для того, чтобы исправить, да, там, какую-то ситуацию с зубами, то у нас довольно-таки все очень хорошо. А уж там небольшие там щелочки между там зубиков, это не настолько критически, как я считаю. Вот. И, ну, пока это не наш случай носить брекеты, может быть, когда он станет, допустим, там старше и как-то поответственнее в этом моменте. Вот. Ну, то есть кто понимает, о чем я, тот поймет, почему я не за эти брекеты, в плане того, что создаст столько проблем ненужных ему и не настолько это критично, чтобы это делать. Ну, как бы, как-то так, пока мое мнение такое. Как там дальше? Смотрю, что ли я сказал. Говорит, самое главное. Что тебе сейчас можно? Жвачки жевать. Представляете, теперь ему можно жвачки жевать. Все эти годы, так как он носил сковы, жевать жвачки нельзя было. Понимаете, да, о чем я? А теперь он считает, что можно жвачки жевать. Мы тут к школе подъезжаем. Тебя надо провожать, кстати? Да нет. Нет? Сам дойдешь? Да. Сейчас припаркуюсь, где сухенькая. Сейчас как раз-таки перемена успешно. Второй урок, а на третьем уроке будете писать. Вы по Истории, да? Ну что? У меня еще урок идет. Он заканчивается 9.15. Да? Ну что, давай прощаться, что ли? Пока-пока. Пока-пока. Меня целать будешь? Все, пока-пока. Пока-пока. Давай в виде школы, в общем. Сколько уроков? Шесть? Ну все. Пока-пока. 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 Вот так вот. Вот так вот. В общем, скобы относили теперь в сумке для памяти. А у Настюхи, знаете, осталось что? Слепок. Для того, чтобы сделать скобы, делают слепок. А у нее есть как раз-таки слепок ее челюсти. Вот Илюхин что-то не сохранился. У Илюхи, наоборот, скобы остались. А слепка нет. Ну, в общем, как-то так. Все, сейчас домой. Поеду. А вот. Косы попью. Хотя я вроде пила. Но можно еще. Возьму все, какие нужны документы. И поеду дальше. Поеду дальше по делам. По делам, по делам, по делам. Поеду дальше. Такое утро у нас тут. Небольшое движение с пробочкой. Погода вещь непредсказуемая. Вчера только летел такой снег. Все было в снегу. С утра, да, тоже в школу пошли, да? Я сначала вышла в кроссовках, а потом поняла, что я не дойду, пошла переобуваться. А мы с Настюх тут в худушку поехали. А вот, да, мне, кстати, я сказала, что это вышло и вернулась. И переобувалась, одевалась. Все было в снегу. Машины в снегу. Погода была отвратительная. Дождь, снег, ветер. Ну, просто. Я там вчера была на мероприятии. После была без машины. Ну, то есть до дома было вроде как недалеко. Но дойти было невозможно. Поэтому я вызывала там такси даже. Вот. А сегодня, смотрите. Ну, от снега-то не осталось просто ничего. Вот ничего не осталось. Все уже растаяло. Да. Вообще непредсказуемая погода. Ну, мы, как обычно, в пробке. Ничего нового. Что-то в воздух как будто. Вот. Не предсказуемая погода. Так. Про одно думаю, про другое говорю. И третье выдаю. В общем, мы, как обычно, в пробке. В это время едем в художественную школу. Поэтому стоим, ждем. Жаримся в машине. Но если окошко открыть, конечно, и пыль летит. И ветер, конечно, холодный. Ничего не могу сказать. Солнышко обманчивое. Но снег растаялся быстро. И даже лужи быстро испарились. Куда-то это все делать. Потому что с утра было просто ужасно. Ужасно было. И скользко. И мокро. И снег. И все это вот просто отвратительно, конечно, было. А сейчас уже к пяти часам время. И вот такая красота уже довольно. Все-таки мальчишки сегодня была в фикс прайс заезжала. Купила туалетную бумагу КТ. 99 рублей. Трехслойную. Ну, в общем, сделали маркетинговый шаг, если вы заметили. То раньше было 12 рулонов. То теперь 8 рулонов. Стало за те же самые деньги. Повторила покупку кофе. Вот такого доктор Тарина. Здесь 5 чашек. Показывала вам его подробно. Видео не так давно, которое вышло на канале. Здесь отдельно кофе. Отдельно пакетик шоколада, который сыплете сверху. Дальше появились какие-то новые конфеты. Невский кондитер. Вот такие вот взяла на пробу. Появился вот Кит Кат. 99 рублей, помню точно. Я уже его вскрыла. Уже Илья сидит ест. Я там съела. И взяла вот такой здравый крылья. В общем, печенье. Дальше взяла вот такую кашу овсяную в пакетиках. Тут 10 пакетов со сливочным соусом. Доктор Кернер хлебцы хрустящие. Дальше это морковь по-корейски. Сосиски. Булгур. Вот так вот. Националь. Колбаску-курочку копченую вареную. И две приправы. Одно Катани. Очень мною любимую. Мне кажется, с именами вообще фирмы. Тут и нам нравится Катани. Итальянская кухня. Здесь вот такая вот пяная, вкусная. И на пробу вот такую вот приправу Катани. Классическую. Верджи. Или как это читается правильно? Без добавления соли. С кейлом. Вот такие вот приправки взяла. Дальше. Купила вот такие вот таблетки. Янтарная кислота. Сейчас с ней я поливаю свои орхидеи. Собственно говоря, две таблетки на литр воды. Толкую. Или можно в ту воду, которая у вас отстаивается, туда добавить заранее. В общем-то, что-то по 12 с чем-то рублей стоит одна пластинка. Дальше. Купила вот такой вот грунт для орхидеи. Мне нужны орхидеи. Еще пересадить. Все. Мы с вами пересадили. Поэтому еще купила вот такой вот еще грунт. Вы мне пишите, что грунта хорошего в Магнитогорске нет. Ну, мне вообще, в принципе, без разницы. Хоть что-то, чем ничего вообще. Дальше. Фитоспорин. Вот такой вот купила для лечения профилактики корней. В этот препарат, значит, достаете цветок, опускаете, держите там несколько минут. Потом достаете, корни просушиваете и пересаживаете. Дальше. Купила вот такую вот цитокининовую пасту фирмы Детка для размножения орхидеи и фиалок. Для пробуждения спящих почек, стимуляция роста новых побегов из почки и формирования детки. Стимуляция образования цветоноса из почки, стимуляция цветения. Попробую, поэкспериментирую. Ну, у всех, кто пробовал, есть положительные отзывы, результаты. И почка вот так вот пробуждается. Нужно на стволе процарапать и слегка нанести, помазать прям маленечко. Здесь такая небольшая, видите, там штучка такая. Вот в ней находится сама эта цитокининовая паста. Дальше купила, я покупаю стеклянные горшки для орхидеи. Значит, одну у меня есть куда пересадить. А вот плавно нужно будет уже новый, потом пересаживать. Поэтому купила вот, у нас был привоз. И вот купила новый горшок. Здесь лежит под дом. Да, стоимость, в общем-то, вот такая в зеленом острове. Ну, раз уж я, как такой перфекционист, очень люблю, когда все одинаково. И поэтому, раз уж у меня все стеклянные, продолжаю, чтобы все было, в принципе, одинаково. У меня там два пластиковых есть, но они мне не нравятся, если честно. Ну, в общем-то, вот все это покупки на сегодня. Так, самое необходимое. Кто прям в шоке от моих покупок, девчонки, ну, извините, кому что не нравится, это дело ваше. Так что, вот, я же не обсуждаю ваши покупки и ваши, вообще я их не вижу, в принципе. Поэтому, если у кого-то волосы дыбом встают от моих покупок, извините, как бы, говорю вам сразу. Да, и не обижайтесь, как вы мне пишите. Мы пошли на фудкорт, заказали пупки, Максим пошел еще взять кофе. И Степа пока в художке, мы тут прогулялись, в общем-то, по магазинам. Ну, нам надо было там все платежи всякие разные сделать. Ну, и, в общем, проголодались, аппетитно гуляли. И вот пришли, заказали микофуки. И все, ну, на вид очень даже довольно-таки вкусное. Еще Максимка по-моему, кофе закажет. В общем, по этому. Перекусим. Применький антибактериальный гель для рук. Видите, как он у меня в ходу, прям очень даже практически скоро будет заканчиваться. Заказали какую-то вот такую вот пиццу. Ну, вроде как. Выглядит, по крайней мере, довольно-таки очень вкусно. Сейчас Максим еще кофе. Пошел кофе заказывать там какое-то, не знаю, что он там заказывает. Мне кажется, хорошего нам дали. Ну, все хорошее дали. Кофе. Карточка моя. Ой, даже это что-то. Кашкор, пекал. Шоколадки. А что ты на подносто вкладываешь? Давай сахар, шоколадки. Шоколадки. Микопут. Сахар. Уфига у них там сахара. Как много. Ну, что, всем приятного аппетита. Да. Будем и мы тут тоже кушать. Вы в этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. И всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok